Был ряд двухсторонних встреч в администрации президента США с госсекретарем США Тони Блинкеном с участием заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, с участием советника Блинкена Дереком Шолетом. Кроме того, прошли встречи в Белом доме с Джейком Салливаном, советником потенциальной безопасности, с главой агентства по международному развитию США Самантой Пауэр, которая является специалистом по гуманитарным кризисам. Также ряд встреч состоялся в Конгрессе с сенаторами, с конгрессменами. Была запущена группа по дружбе с Белоруссией в Палате представителей и достигнута договоренность, точнее, сами сенаторы высказали заинтересованность в том, чтобы организовать подобную же группу в Сенате. В ближайшее время мы будем заниматься этим вопросом также. Очень важно было посмотреть на реакцию американского истеблишмента на Светлану Тихановскую, то, как ее воспринимают эксперты, политики, рядовые граждане. И надо сказать, что это восприятие оказалось не менее уважительным, не менее теплым, чем это происходит в Европе. И это является той основой, которая станет фундаментом для выстраивания будущих отношений. Для нас было важно увидеть, что этот визит станет началом долгосрочных отношений. Нам нужно было установить доверие, нужно было убедиться в том, что мы понимаем друг друга, мы говорим на одном языке, и мы этой цели добились. Кроме того, обсуждались практические вопросы, которые позволят белорусам работать дальше над разрешением кризиса в Беларуси. Это и вопросы давления, санкционного давления, политического, дипломатического давления. Это и вопросы поддержки гражданского общества, независимых медиа в Беларуси, поддержки тех людей, которые пострадали в результате репрессий. Вот если суммировать, это были наши темы, которые мы обсуждали, и по ряду вопросов мы достигли каких-то новых решений, а по некоторым мы договорились продолжить разговор. Они могли быть новыми, эти темы, и мы рассчитываем на то, что в ближайшее время мы продолжим работу над такими вопросами. Америка глобальная держава. Вот по вашим ощущениям, тем более, что вы раньше работали в Америке, на американском радаре политики, какое место занимает сейчас Беларусь? Действительно, тут правильно провести какую-то динамику, то, что было раньше, и то, что есть сейчас. Если раньше Соединенные Штаты заявляли о поддержке демократии и прав человека, и независимости, и суверенитета в Беларуси, но все-таки Беларусь оставалась далеко не приоритетом. Она была малозаметным вопросом и по ряду причин. И потому, что общество, возможно, не так резко реагировало на нарушение прав человека и демократических институтов, принципов Беларуси. Или просто из-за того, что у США не было таких выразительных интересов Беларуси, скажем, торгово-экономических или политических вопросов безопасности. На сегодняшний день это серьезно поменялось. После прихода администрации Байдена было заявлено одним из важнейших приоритетов продвижения демократии, защита прав человека в мире. Именно с тем пониманием, что именно в условиях демократического мира, когда страны руководствуются демократическими принципами, вероятность конфликтов резко снижается. Беларусь оказалась в буквальном смысле на передовой этого противостояния демократических стран и стран авторитарных. И эта динамика, конечно, абсолютно непростая. Есть успехи и у одной, и у другой стороны. Говорят уже, что несколько лет, уже до 10 лет автократия наступает. Забирает какие-то новые свои территории. У них есть свои успехи у авторитарных систем. Но, тем не менее, США теперь готовы делать больше для того, чтобы обернуть этот процесс в обратную сторону. И Беларусь в этом смысле находится как раз там, где нужно. То есть, именно беларусы на сегодняшний день являются воплощением в чистом виде стремления людей к участию в управлении своей страной. Больше здесь практически ничего нет. Мы хотим участвовать в управлении своей страной. Мы хотим, чтобы наш голос был услышан. И чтобы этот голос был правильно посчитан. В этом смысле беларусский кейс не является совершенно противоречимым. Мы видим, что люди хотят одного – свободных выборов, досрочных выборов. Протест мирный. Протест не имеет каких-то геополитических тонов. Люди хотят просто разрешить свои внутренние проблемы, чтобы, в конце концов, наша внутренняя и внешняя политика стала быть привязана к национальным интересам. Мы до сих пор еще не смогли сформулировать эти национальные интересы. При Лукашенко это невозможно. Поскольку страна живет, руководствуясь интересами одного человека, но не национальными интересами. Поэтому очень многие решения, которые принимаются во внутренней и внешней политике, они искажены этой призмой человека, который на самом деле не является совершенством. Как мы все знаем, Лукашенко не тот человек, которому хотелось бы вберять судьбу страны в руки. И это касается наших двухсторонних отношений с такими странами, как Россия. Мы видим, что эти отношения серьезно искажены. Именно политизированы. Очень часто являются жертвой капризов, подозрений, недоверчивости Лукашенко. И это привело к тому, что отношения с Россией у нас в сегодняшний день запутаны. Они непрозрачны, они непонятны для людей. И несмотря на то, что, казалось бы, Путин поддерживает Лукашенко, это не приносит пользу белорусскому народу. Это приносит пользу пока только и исключительно Лукашенко. Вы уже чуть-чуть затронули вопрос санкций, который поднимался в ходе этого визита. Есть какая-нибудь определенность? Светлана Тихановская, она говорила о расширении санкций. Каких именно? В отношении чего? Кого? Или это все в процессе? Безусловно, это еще в процессе. Важно то, что президент Байден дал поручение своим госорганам разработать новый указ о введении санкционного режима в отношении Беларуси, который даст больше свободы, больше гибкости в том, как вырабатывается санкционный режим. Предыдущий указ был принят в 2006 году еще президентом Бушем, младшим. И на сегодняшний день он не то чтобы утратил актуальность, но он проявил какую-то жесткость, ригидность, которая не позволяет оперативно реагировать на меняющиеся условия Беларуси. О чем мы говорим всегда с американцами, с европейцами, с британцами, это то, что для эффективности санкций важна координация, важна синхронизация усилий различных игроков. И в данном случае мы видим, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы синхронизироваться с Европейским Союзом. И эти направления, они уже раньше обозначены были европейцами. Это и нефтехимическая отрасль, это и калийное удобрение, деревеперерабатывающая промышленность, металлообработка, это табачная промышленность, финансовый сектор. Это все те, и табачная индустрия, если я не ошибаюсь. Возможно, какие-то из них будут добавлены, возможно, какие-то будут убраны. Это уже та внутренняя работа, которая ведется администрацией, исходя из своих интересов и соображений. Зачем идет такая поголовная, тотальная зачистка всей инфраструктуры гражданского общества? Я думаю, что здесь вопрос не зачем, а почему. Потому что протест продолжается, потому что гражданское общество, независимые медиа являются концентрацией этого протеста. Я имею в виду интеллектуального, организационного, экспертного. Это именно те силы, которые концентрируют настроение общества, даже не будучи в оппозиции как таковой, не будучи протестными. Но, тем не менее, эти организации НПО, они являются выразителями отчаяния. Они концентрируют всю эту волю, эту энергию людей. Особенно в условиях, когда протесты подавлены до такой степени, что люди могут протестовать уже партизанскими методами. И, тем не менее, протесты, конечно, продолжаются, но режим не может не отдавать себе отчет в том, что протест не закончился. Несмотря на все усилия, несмотря на все насилие, протест продолжается. И это страшно заставляет нервничать Лукашенко, его режим. Причем то, что они делают, это действие не с позиции силы, а с позиции слабости. С самых первых дней, наверное, этого кризиса мы рассчитывали на то, что Лукашенко все-таки признает наличие кризиса в Беларуси и то, что начнется диалог. До сих пор фактически такого признания не состоялось. В структурах гражданского общества, разгромленных ныне, работали тысячи, может быть, десятки тысяч людей. За Светлану Тихановскую голосовали миллионы людей. И когда у них вот этот легалистский путь сейчас изъят, как они будут реагировать, что они будут делать? Да, это хороший вопрос. Мы понимаем, что сейчас в Беларуси абсолютно враждебные условия для того, чтобы заниматься какой бы то ни было деятельностью, кроме как ходить на работу, на завод, к станку. Все остальное может рассматриваться как признаки нелояльности и основания для того, чтобы у людей были проблемы. Я думаю, мы можем посмотреть, каким образом гражданское общество, именно гражданское общество, как совокупность людей, как супольность людей, белорусов, каким образом они будут реагировать, как они будут находить какие-то новые выходы из ситуации. Но можно быть уверенным в том, что будет достаточно креатива, будут достаточно новых решений. Мы видели с самого начала протеста в Беларуси, что он отличался повышенным уровнем креативности, находчивости, взаимной поддержки, солидарности. То, что люди до сих пор не сдаются. Да, безусловно, что многим это дается сложнее, безусловно, что многих высокая цена за это участие, но абсолютное большинство белорусов продолжает быть убеждены в том, что Лукашенко проиграл, у нас начался кризис, кризис нужно разрешать. И каким образом лучший ответ этому – это переговоры, которые приведут к выборам, досрочным выборам президентским, которые позволят нам в конце концов определить, кто является настоящим руководителем государства. Продолжение следует... Продолжение следует...